Сегодня мы будем готовить кишкап. Что такое кишкап, скажите вы, это слово неприличное. На самом деле это такой завтрак, который американцы любят готовить, чтобы накормить в том числе и любимых мужчин. Почему я решила его приготовить? Потому что мне в последнее время все чаще присылаете вы сообщения свои, что не только ваши дети с удовольствием едят мои безглютеновые блюда, ваши безглютеновые блюда, которые вы готовите по моим рецептам, но и мужья стали одобрять их и просить готовить снова и снова. И чтобы подбодрить и вдохновить ваших любимых мужчин на сопровождение вас в вашей безглютеновой жизни, я решила специально для них научить вас готовить этот быстрый, вкусный, простой, американский, сытный, самое главное, завтрак. Для этого вам понадобится бекончик или ветчина, то есть любая свинина, да, любое мясо, которое вы будете использовать для основы в наших чашках. Киш – это открытый пирог, кап – это чашка, это вот такой открытый пирог в формочках для маффинов, для панкейков. В общем, нам понадобится мясо, у меня это бекончик, нам понадобятся обязательно яйца, это два основных ингредиента, которые нужны для этого рецепта, а вот все остальное вы можете добавлять по вкусу своему или вашего мужчины, а может и ребенку этот рецепт понравится, и в зависимости от того, что есть в вашем холодильнике. Я решила сегодня приготовить мужу завтрак, и добавлю я в эти кишкапы то, что он любит. Зеленый лучок любит, поэтому добавим грибы, помидоры, немножко халапеньо, немножко перца халапеньо, который он очень любит, пусть ему будет поострее, так как ему нравится. И что мы делаем? Мы с вами нарезаем те ингредиенты, которые будем добавлять в наши кишкапы. Это американское название, мы можем придумать свое. Если у вас есть какие-то варианты, как назвать этот быстрый, вкусный американский завтрак, пишите в комментариях. И самое главное, пока мы готовим этот рецепт, не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные безглютеновые рецепты у меня на канале. Так, лучок порезали. Вы можете использовать любую зелень, которую любите, чтобы добавлять в это блюдо. Так, грибочки мелко режем. Вы можете использовать кукурузу, цукини, болгарский перец, бакважан, в принципе, все, что вам нужно. По времени, если говорить про утро, это готовится действительно очень быстро. Ну, сколько там, 5-7 минут, чтобы все это измельчить, и 5 минут на готовку. Ну, быстрее некуда. В формочке я предварительно смазала маслом. Можете этого, конечно, не делать, потому что, если мяско жирное, да, мы свинину используем, то хватит вроде бы, да, жира для того, чтобы ничего у нас не пригорело. Но так как яйцо, которое мы будем заливать потом в эти формы, может за пределы бекона выйти, но потом будет вам неудобно отдирать, да, там, убирать из формочки, вынимать из формочки ваш завтрак. Так, помидорки черри мужу добавим. Добавляем ему все то, что сама люблю, и то, что давно уже не ем. Яйца, помидоры. Что здесь еще? Ну, все, яйца и помидоры мне нельзя. А это то, яйца это то, без чего, конечно, этот завтрак не приготовишь. Ну, давайте еще одно отрежем. И еще один ингредиент, который, без которого можно, конечно, готовить, но с ним однозначно вкуснее. Это сыр. Если вам молочку можно, то все прекрасно готовите с сыром. Если вам молочку нельзя, то можете использовать веганский сыр, если он у вас есть. Я использую веганский сыр, потому что мы с мужем молочку не едим. Эта непереносимость молочных продуктов настигает не всех. К сожалению, вот у меня она есть, у мужа она тоже есть. Поэтому мы при всей своей любви к сырам и молочным кисломолочным продуктам есть это не можем. Так, что же мы делаем? Нарезали мы наши топинки, да? О, я перчик не порезала. Так, халапенюшку сейчас порежем. Ты не против халапени? Не против, отлично, я так и знала. Все измельчили. Здесь с ингредиентами можете экспериментировать как душе угодно. Хотите побольше добавляйте, хотите поменьше. Как настроение вам подскажет. И взбиваем дальше яйца. Ну, подумайте, сколько вам понадобится яиц на завтрак для вас, мужа и ребенка. Так, сколько тебе? Двух хватит, дорогой? Чуть подсолили. И немного перемешали. Перемешиваем, не взбивая в пышную пену, только для того, чтобы удобно было наполнять наши формочки. Так, готово. Приступаем к самому интересному. Берем мясо, бекончик или ветчина, что у вас, и выкладываем на дно формочки. Напомню, что я свои формочки предварительно еще маслом сбрызнула, чтобы яйцо, которое будет вытекать за пределы мяса, не слишком не прилипало, не пригорало к кормам. Прекрасно. Это, кстати, отличный вариант завтрака для тех мужчин, которые, как мой, иногда отказываются от яичницы. Надоело. Не хочу яичницу, не люблю. А в таком виде любит. Чудеса, правда? Так, добавляем сюда что? Немножко добавляем грибочков. Так, добавили грибы. Зелени. Зелень любую, опять же говорю, на ваш вкус. Что вы любите? Петрушку, укроп, розмаринчик. Так, добавили. Помидор чуть-чуть. Много сильно. Хочется наложить побольше, не нужно, чтобы у вас все это за края не вытекало. Помидоры. И, естественно, перец халапени, который очень любит ваш муж. Можете чесночка добавить, если хотите. Мне чеснок нельзя, и мы постепенно в своем доме чеснок весь заменили на перец халапени. Муж его любит, его это не смущает. А я просто рада, что открыла для себя такую альтернативу чесноку. Так, и вот теперь сверху мы добавляем натертый сыр. У нас сыр веганский. Вы можете использовать, если вам можно, обычный сыр. Он очень аппетитно запекается в духовке. Духовка, напоминаю, уже разогрета до 180 градусов. И сейчас мы наши формы туда поставим буквально на 5 минут. Утром, пока умываетесь, будете мужа и детей, завтрак уже готов. Не забудьте потом рассказать, что ваши любимые мужчины сказали по поводу этого рецепта. Если им понравится, то скажите Валентину Глюкенфри, тогда еще рецепты для тебя приготовят. Так, вернее, научат меня готовить. Я научу вас готовить, а вы будете готовить своим мужчинам. И сейчас нашим взбитым яйцом заполняем формочки. Аккуратно заливаем. Два яйца у нас ушло на 4 формочки. Так, все, наши формочки готовы. Можно отправлять их в духовку. Я всегда советую формочки. Формочки для маффинов, кексов. Все, что вы используете для приготовления таких завтраков. Чтобы избежать выливания из формочек их содержимого на дно духовки. Потом просто, чтобы вам не мучиться и не отмывать ее. Пять минут прошло, время доставать завтрак из духовки. Ух, красота какая пышная. Так. Ни в коем случае не дожидайтесь, пока ваш завтрак остынет, потому что есть его нужно горячим. Осторожно ложкой достаем из шкафа, из формы. И кладем на тарелку. Второй пошел. Вот для того, чтобы легче было доставать, я маслом чуть-чуть формочку сбрызгиваю. Ой, как сыр аппетитно запекся. Аромат. Бекончик. Запекшийся с сыром. Боже мой. И четвертый на месте. Красота. Я считаю, сверху недостает немножечко черного перца. Можно, конечно, и свежей зеленью украсить, но это уже по желанию, на ваш вкус. Наш безглютеновый киш-кап готов. Приятного аппетита. А теперь самое время посмотреть рецепт йоркширских пудингов или маффинов с голубикой. Рецепт йоркширских пудингов или маффинов с голубикой.